Восемь вечера в Украине. Пора вам наконец узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Уличный самосуд. В Харькове едва не линчевали водителя, сбившего насмерть пешехода. Украина. Средневековая чума в 21 веке. Когда в Украине появится противостолбнячная сыворотка. Защитить лес. В Прикарпатье жители села восстали против незаконной вырубки. Освобождение заложников. Захватившие полицейский участок в Ереване освободили медиков. Американские горки. Что помогло Клинтон догнать и обогнать Трампа? Смертельное и скандальное ДТП произошло ночью в Харькове. Молодой парень на бешеной скорости насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. 15 патрулей полицейских с трудом уберегли от разъяренной толпы виновника трагедии. Пострадали и сами правоохранители. С подробностями Светлана Шекера. Трагедия случилась здесь, на улице гвардейцев Шороненцев. В около 10 вечера пожилой мужчина вышел в киоск за сигаретами. Когда возвращался назад по пешеходной зебре, его сбил летевший на огромной скорости черный БМВ. Люди, живущие в соседних домах, услышали сильный хлопок. Сбив пешехода, иномарка пролетела еще полсотни метров, остановилась, врезавшись в ограждение. Я, честно, сначала думал, когда услышал брохот с таким ударом, я сначала думал, машина в машину ударилась, его начал крутить, крутить. Ну, то, что я видел, раза, наверное, четыре он скрутился. Повезло, что вот эта решетка. Ну, он вообще на скорости большой, наверное, 180-190, так, не справляюсь. Ну, был человек уже. Половина тела тут прямо там оставила, и половина тела там дальше осталась, что видел. На спидометре остановившегося БМВ стрелка застыла на 167 километрах в час. Эта девушка первой увидела молодого человека-водителя. Начал забор нам ногами бутсать, что вот, что он как бы специально влетел ему под машину, как бы, ну, как бы, что это он виноват, человек, который бежал. Даже к трупу не подошел. Видно, да, что он, когда скорая подъехала, он уже как бы сознание потерял, они ему глаза посветили, все, я смотрю, он уже падает, как бы, уже на ногах, ноги его не держат. Приехавшие на место полицейские закрыли водителя в своей машине. Алкотест. Мгновенно у места трагедии собрались несколько сотен человек. Хотели его вытащить из полицейской машины, хотели тупо его затоптать. Толпа гудит, дайте его нам, ну, кто кричит, порвем, кто кричит, убьем, кто кричит, самосуд, но надо ему тоже ноги оторвать. Люди заблокировали полицейский автомобиль и не давали отвезти виновника трагедии в наркоцентр. Считали, что того отпустят безнаказанным. Полицейские надели каски и бронежилеты, распылили слезоточивый газ. Продолжение следует... Запшикали всем глаза, люди, кто разбегался, повытирали все глаза. Они хотели вперед проехать, люди же назад все вернулись. Начали камни, бутылки в них кидать в полицию. Только через два часа полицейские смогли вывести виновника трагедии с места ДТП. Результаты наркологической экспертизы будут готовы не раньше понедельника. Автомобиль был помещен на штрафплощадку, следственные действия продолжаются. Как ты себя чувствуешь, друг? Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы, а свидетели аварии просят установить на злосчастном переходе светофор или лежачих полицейских. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Шанс на спасение. Пятилетней Наде Савушкиной, заболевшей столбняком, сегодня ночью наконец-то ввели первую дозу спасительной сыворотки. Напомню, девочка несколько дней ждала, пока волонтеры найдут этот препарат. В Украине его попросту нет. Как малышка чувствует себя сейчас и появится ли после скандала вакцина в медучреждениях страны? Выясняла Наталья Грищенко. Если бы сейчас были не люди, которые помогают, я бы не знаю, что было. Мама Нади с трудом сдерживает слезы. Сегодня в 4 утра врачи наконец ввели Наде первую дозу противостолбнячной сыворотки. Волонтеры доставили ее в необходимом количестве сразу из двух городов, Николаева и Киева. Выживет ли девочка? Пока никаких прогнозов. Состояние девочки стабильное, еще раз подчеркиваю, ребенку не стало хуже. Это говорит о многом. В реанимации малышка оказалась после обычной царапины. Занозу в ногу вогнала почти 3 недели назад. Сначала врачи мазали зеленкой. Когда Надя начала терять сознание, положили в областную больницу. Там ставили разные диагнозы и ни разу не заподозрили столбняк, рассказывает мама. В Васильковке в районе ставили переломы. Потом приехали сюда, тоже думали, что перелом. Потом сказали, ушиб мягкий тканей. Сказали, что у нас, господи, грязный, менингит. Нас повезли на ЭКГ головного мозга. Когда ее доставили в шестую больницу и поставили верный диагноз, долго не могли выяснить, была ли девочка привита от столбняка. Карточка со всеми данными затерялась в предыдущей больнице, говорит мама. Но когда нам сказали, что у нас столбняк и нужна срочно эта карточка с прививками, моя мама поехала, то начал добиваться, отдать и карточку на вас. Ее просто охранники взяли за руки, вывели и выкинули из больницы. Уже потом через сельскую поликлинику выяснили, прививки не было. Чтобы спасти Надю, сыворотку от столбняка, врачи искали почти трое суток во всех областях, а достали волонтеры нелегально. Ведь официально зарегистрированного препарата в Украине сейчас просто нет. Раньше завозили российскую сыворотку, но Кабмин запретил ее покупать, при том, что сывороток других производителей на украинском рынке так и не появилось. Распоряжение Кабминета министров 2014 года, в котором тоже запрещено за бюджетные деньги покупать все товары российского выработства. На сегодня нету никаких, ни российской, ни любой другой производителя данной сыворотки на территории нашего государства. Мы не можем ее купить. После скандала врачи за свои деньги закупили в медпункты области 35 упаковок препарата. Хоть и контрабандный, он может спасти чью-то жизнь. В Минздраве же по-прежнему отмалчиваются. Появится ли в медучреждениях страны эта жизненно необходимая вакцина, неизвестно. Пока состояние Нади Савушкиной внушает врачам оптимизм. Девочка борется с болезнью. Сможет ли ее победить, станет понятно лишь через 10 дней. И если выживет, ей понадобится долгий курс дорогостоящей реабилитации. Наталья Гриченко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Катастрофическая ситуация в Украине с вакцинами от туберкулеза. Только в Запорожской области за этот год заразились 12 детей. Все в возрасте до 3 лет. Количество заболевших малышей возросло на 40% по сравнению с 2013 годом. Именно тогда была последняя поставка вакцины БЦЖ в область, рассказали медики. Запасы ее закончились в прошлом году. Сейчас в Запорожской области почти 17 тысяч непривитых детей. Расширенный материал на эту тему смотрите завтра в выпуске подробностей. Александру Ефремову вручили уведомление о подозрении сразу по трем статьям. Генпрокуратура обвиняет экс-нардепов в посягательстве на территориальную целостность страны, создание террористической группы и злоупотребление служебным положением. Меру пресечения Ефремову, вероятно, изберут завтра в Печерском суде столицы. Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что статьи, по которым задержан бывший депутат, предусматривают только арест. В свою очередь, защита Ефремова предъявленное подозрение считает необоснованным и заявляет о полном отсутствии конкретики в документе. Время, место его совершения и иные существенные обстоятельства совершения преступления. Это все должно быть уведомление о подозрении. Здесь этого близко нет. Теперь вот уже двое суток почти прошло. Вот пока еще ходатайство, которое необходимо, но должно быть сформулировано в письменном виде. Вот это клопотание и представлено судом. Обоснования могут служить какие-то доказательства, которых мы в глаза не видели. Битва за лес. Жители прикорпатского села Парище, устав надеяться на власть, пошли войной на браконьеров и горой встали на защиту своего леса. Удалось ли остановить незаконную вырубку, расскажут мои коллеги. Это лесополоса неподалеку от села Парище. Жители показывают десятки срубленных деревьев. Вырубку селяне заметили на прошлой неделе, проводили лесники. Люди заблокировали технику и не позволили вывезти заготовленный лес. Я пришел и пытаюсь, хлопцы, что вы должны вытягивать? А мы дерево должны вытягивать из леса. Я говорю, хлопцы, будете вытягивать? Мы спалим этот трактор. Другого выхода у нас не было. Люди говорят, это далеко не первая рубка. И каждый раз это происходит только по ночам. Звертал в милицию, не реагируют. А если и реагируют, звонят лесников, ехать или не ехать. Был я в СБУ, сказали, что будут разбираться. Я уже все органы обходил. В полиции рассказывают. Собранные участковые материалы о вырубке уже передали в отдел по борьбе с экономической преступностью. Сейчас их изучают. Поэтому пока никаких комментариев. Доказывать селянам, что вырубка законная, приехал главный лесничий надворнянского лесхоза. С документами. Покажите нам на этом дереве, где есть знак, что это дерево негодное. Что его нужно срубать. Покажите. Это суцильная рубка. Какая суцильная рубка? Да это теперь у вас суцильная рубка. Споконбики у суцильной рубки не было. Вырубаются те дерева, которые самые выгодные. Вы посмотрите, самое хорошее. Дерево оно вырубано. Самое хорошее вырубано. А почему решта не рубается, если это сплошная вырубка? Разговор не клеится. Лесничий заявляет. Вырубку леса согласовали с сельсоветом соседней Гавриловки. Именно в ее подчинение этот участок леса. Это Гавриловская сельская. Так, мы поговорим. Директор. Директор с ним поговорим. Вот только сам сельский голова Гавриловки об этом не знает. Я ничего не давал. За меня никто и не вернулся. Под натиском селян лесничий идет на уступки. Враховывая ваши, так сказать, коллективные звернения, коллективный протест, я считаю, что мы обязаны призупинить рубку. И до вырешения с вами будем решать, как что с этим деревьем делать. Этого селянам мало. Они готовят обращение в прокуратуру. Ведь на полицию, куда обращались уже не раз, надежды у людей мало. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковская область. На Мариупольском направлении работы хватает и военным, и гражданским. В разрушенном боевиками широкий не побывал мой коллега Руслан Смещук. О том, как бойцы защищают мирный Мариуполь, а врачи на передовой заботятся о здоровье защитников, подробнее в материале. Пустынные пляжи, рядом разбитые артиллерией, тоже пустые дома. Так Широкино выглядит сейчас. Но в эту ночь на несколько зданий стало меньше. Сгорели после прямых попаданий снарядов, выпущенных боевиками. Украинским морпехам практически под обстрелом приходилось их гасить. Запылать могла целая улица. Вот дом, полностью сгорелый. Еще один дом сгорелый. Это две их мины попали в дом. Пожар был. Наши парни с позиции души лихать. Потому что люди, которые тут, когда и жили, все равно сюда вернутся. Работаем с ассистентом. Четыре руки. Отсюда до Широкино и зоны постоянных прилетов, как тут говорят, чуть больше километра. Стоматологический кабинет не хуже, чем в дорогих столичных клиниках. Это украинские волонтеры-стоматологи. Лечат солдат прямо на передовой. Я офицер запаса и считаю, что ответственный гражданин страны должен немножко помогать своей стране. В среднем это 20-22 пациента. В световой день останавливает нас только команда вышестоящего руководства, когда идут обстрелы. Денег за работу не берут, хотя и признаются. Иногда военные в благодарность пытаются втиснуть сотню-другую. Совсем безкоштовная помощь. Этот проект существует на благодейные внески. Небойдуже стоматологи. Иногда помощь есть за кордоном. Наши стоматологи, диаспоряне, они также высылают очень интересные девайсы, потому что внесут дороговартость на обладнание. В целом, уже прошедшие сутки на Мариупольском направлении, увы, выдались неспокойными. Ворог 25 раз порушил режим тиши, обстреливающий позиции украинских военнослужащих. Найгорячее было на позициях украинских военнослужащих, близко Марьинки и Водяного. Там обстрелы происходили в течение этого года 10 и 7 раз соответственно. Ну а пока военные запирают боевикам путь на Мариуполь, сам город наслаждается миром. Сейчас тут одновременно проходит 7 разных фестивалей. От уличной еды, ретроавтомобилей до музыки. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Промежуточный реванш Клинтон. Количество симпатиков кандидатов президента США демократов уверенно растет. Она опередила своего конкурента, республиканца Дональда Трампа на 6%. Таковы результаты совместного опроса агентства Reuters и исследовательской организации Ipsos. Эксперты, виной отставания Трампа, считают в частности его скандальные и неоднозначные заявления. К примеру, на днях кандидат на вопрос журналистов, захочет ли он, будучи президентом, признать Крым частью России и снять санкции, ответил «Да, мы рассмотрим этот вопрос». Такое заявление Трампа удивило многих. Ну а так, в частности, в интервью изданию «Левый берег» председатель совета группы компании «Групп ДФ» Дмитрий Фирташ заявил, он уверен, что риторика Трампа кандидата и действия Трампа президента в случае его избрания, скорее всего, будут очень отличаться. По мнению Дмитрия Фирташа, позиция международных партнеров Украины по крымскому вопросу очень важный фактор, но статус полуострова зависит от действий Киева и позиции Москвы. Проблема Крыма не будет решена чужими руками. Руками американского президента, кто бы им ни был, тем более. Если украинская власть и какая-то часть общества считает, что это возможно, это заблуждение. Отстоять украинский интерес в крымском вопросе Киев может только самостоятельно. Мы должны помнить, что вопрос Крыма, в том числе и его статус, будет зависеть от позиции России и действий Украины в рамках этой проблемы. Также Дмитрий Фирташ уверен, Украине нужно готовиться к тому, что позиция Евросоюза и США по крымскому вопросу в дальнейшем не будет такой же жесткой, как последние два года. Нужно быть готовым к этому и выстраивать свою стратегию, исходя из новых реалий, считает бизнесмен. Неспокойно в американском Техасе в ночь на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Остина. Есть погибшие и пострадавшие. А накануне трагедии закончилась прогулка на воздушном шаре для 16 человек. Все подробности в нашем сюжете. Столица Техаса, центр города. Около двух часов ночи выстрелы превратили в хаос ночную жизнь в развлекательном квартале. Одна женщина погибла, еще троих забрали в больницу с тяжелыми ранениями. Вскоре стрельба раздалась всего в нескольких кварталах от первого места преступления. В полиции утверждают, что эти инциденты между собой не связаны. Поскольку мы узнали о стрельбе сначала на 6 улице, а потом на Тринити, то решили, что действует один стрелок. Но оказалось, это два совершенно разных случая. На 6 улице огонь по толпе открыл мужчина из-за ссоры. Несмотря на усилия полиции, задержать его не удалось. Второй стрелок попал в больницу, не успев никого ранить. Зато сам получил травмы, когда прохожие пытались его обезоружить. Тем временем, примерно в 50 километрах от Остина, полиция устанавливает причину падения воздушного шара, в результате чего субботним утром погибло 16 человек. Для нас это непростая задача. Местные власти, шериф, Департамент общественной безопасности и ряд других агентств оказывают нам огромнейшую поддержку. Также попросили ФБР о помощи в сборе улик и свидетельств очевидцев. Воздушный шар принадлежал частной компании, которая организовывает прогулки по воздуху. На борту было 15 пассажиров и пилот. По предварительной версии, летательный аппарат зацепил линии электропередач, отчего загорелся и упал на пастбище возле города Локхард. Вероятно, эта трагедия станет рекордной по количеству жертв в истории США. В 2013-м похожий инцидент случился на экскурсии в египетском Луксоре. Тогда погибли 19 человек. В основном туристы из Европы и Азии. Ирина Иванова, подробности телеканал Интер. В Турции ночью заблокировали авиабазу Инжирлик. На ней дислоцируются около 5000 американских военных, а также войска союзников по НАТО. Аэродром окружили около 7000 силовиков на тяжелой технике. Все входы и выходы перекрыли. А в городе Адана, где расположена база, появились слухи о второй попытке вооруженного переворота. Сегодня же министр Турции по европейским делам сообщил, что ночные события на Инжирлике были проверкой безопасности. Две недели назад в стране совершили попытку военного переворота. Мятеж подавили менее чем за сутки. Увольнения по следам переворота продолжаются до сих пор. Но вот сегодня из вооруженных сил уволили почти 1400 человек. Из-за подозрений в связях с проповедником Фетхулахом Гюленом, которого обвиняют в организации мятежа. Общее количество увольнений по стране уже достигает 70 тысяч. Тем временем президент Эрдоган издал указ о переподчинении армии Министерства обороны. Это дает ему право отдавать приказы вооруженным силам в обход генштаба. Благодаря этому указу наши вооруженные силы будут гораздо сильнее. В первую очередь это касается вооружения и амуниции. Также мы расширим полномочия полиции и жандармов. Миграционное соглашение с Турцией на грани срыва. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Выразил опасение, что в случае отмены договоренности с Анкарой, Европе придется справляться с миграционным кризисом самостоятельно. Турция не раз предупреждала, если ей не предоставят безвизовый режим съезд, соглашению конец. Ну а теперь евроскептики предупреждают Анкару. На фоне массовых задержаний и увольнений Европа в ближайшее время вряд ли вернется к вопросу безвиза. Напомню, по условиям договора Турция обязалась принимать обратно беженцев, которых высылали из Европейского Союза. В немецком Кёльне сегодня прошла массовая акция сторонников политики Эрдогана. По данным полиции, 20 тысяч человек вышли на улицу с турецкими флагами под лозунгом «За демократию против государственного переворота». Это самая многочисленная акция в поддержку власти Турции за рубежом. Митинг организовал Союз европейских турецких демократов, приближенный к партии Эрдогана. Ожидалась даже прямая трансляция обращения турецкого президента, но из соображений безопасности ее запретил Конституционный суд Германии. В то же время в Кёльне прошли сразу четыре акции противников турецкого президента. Обеспечивать безопасность в городе призвали почти три тысячи полицейских. В Германии, в общем, проживают около трех миллионов этнических турков. В Ереване продолжается перестрелка в здании захваченного здания полиции. Сегодня правоохранителям сдались двое мятежников. Еще двое получили ранения и госпитализированы. А один из задержанных ранее захватчиков впал в кому после огнестрельного ранения. На территории патрульно-постовой службы еще может находиться около 20 членов вооруженной группировки. Накануне они отпустили последних взятых в заложники медиков, врача и медсестру. Четырех сотрудников скорой помощи захватили в среду. Они прибыли для оказания помощи раненым. А нынешним утром стало известно, что Координационный совет по организации митингов в поддержку захватчиков полка прекратил свою деятельность. Здание полиции находится в осаде уже две недели. Захватчики требуют отставки властей и освобождения представителя оппозиции Жерайра Сифеляна. Возобновились крупнокалиберные обстрелы по украинским позициям на Донецком направлении. По укреплениям армейцев в Авдеевке стреляли из 152 и 122 миллиметровых калибров. В Марьинке враг предпринял две пехотные атаки. Геннадий Вивденко передает. Самой горячей точкой на линии фронта остается Авдеевская промзона. Здесь за неделю двое погибших, один раненый. Украинские силы здесь получают пополнение. Вместе с прибытием новых бойцов происходит и ротация военных, участвовавших две недели в боях промзоне. Те же ротации происходят и у боевиков. На той стороне под Авдеевкой на позиции заступают свежие силы. Когда меняются, получается, начинают обстрелы. Когда новенькие заехали, тогда начинают развлекаться. В районе Марьинки и Красногоровки точные массированные обстрелы украинских позиций. Две атаки пехотных групп наши бойцы под Марьинкой отбили. Дуже грамотно стреляют. Но шахтери и трактористы, которые есть в так звании ДНР, ну так чётко навряд, чтобы они могли бы працювать. Также активно враг применяет бронетехнику. Вот следы обстрела из танка многострадальной первой школы в Красногоровке. 125 мм применяется тут только в танковых орудиях. Украинская тяжёлая техника пока в тылу проводит учения. За сутки четверо наших бойцов были ранены на фронте. Невозвратных потерь нет. Геннадий Вивденко, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Конфликт в Сарнах. Сегодня ночью в ночном клубе произошла массовая драка при участии полицейских из оперштаба, созданного для борьбы с нелегальными добытчиками янтаря. В результате шести человекам понадобилась медицинская помощь. Подробнее Инна Белецкая. Это видео сегодня утром обнародовал нардепи Сарн со своими комментариями. Сергей Евтушок пишет, это не первый случай махновского разгола нацгвардейцев из оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей янтаря. В Сарнах говорят, спецназначенцы ворвались в клуб и без объяснений начали бить всех подряд. Девчатка по 18 роков рассказали, что они, когда вышли за угол, их ничего не скажу, выскочили в балаклавах и начали бить. Значит, когда начали выяснять, что эти беркутовцы позахавывались в этой воинской части, и никто, так мы до них не достукались и не узнали, что это первый смысл этого победителя. Утром люди собрались в воинской части, где дислоцируются спецподразделения оперативного штаба. Они требовали выдать тех, кто бил людей в клубе адреналин. Шесть человек из заведения увезла скорая. Резаные раны лоба, правого предплеча и грудной клетки в одном, в другом. Это тоже забей. Нет, это уже подряд. Забей, сад на правого. Плечевого суббота? Так, адреналин, закрытая череповая травма, строза головного мозга, сад на головы. Так, от госпитализации, отмоги и вся. В оперативном штабе Динокамеру рассказывают свою версию произошедшего. Мол, местные напали на одного из спецназначенцев, когда тот с девушкой отдыхал в клубе. Избили и тех, кто пришел к нему на помощь. Но действия подчиненных не оправдывают. Действительно, мы имеем такой факт, по которому уже открыто криминальное проведение. И расследование, которого ведет беспосредственно областная прокуратура Вивенской области. Цивили не понесут ответственность, как криминальную ответственность, так и дисциплинарную. И хоть по сарнам ходят слухи о большом количестве избитых правогранителями людей, найти потерпевших в нашей съемочной группе так и не удалось. Медики скорой говорят, в адреналине драки это норма. Если не хочется идти к стоматологу за гроши, то лучше туда идти, там поровняют все челюсти. Там весь может так поровнять. Подтверждают это и в полиции. Я поднял с 8 травня по сегодняшний час. У нас зарегистрировано 16 поведомлений. Из них частина западения телесных ушкоджений и частина крадежки. Так или иначе, но это не бытовая драка. Конфликты служащих оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей янтаря с местным населением давно вышли за границы клондайков. Но кто в этот раз начал первым, выяснит прокуратура. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Все украинцы, пострадавшие в результате аварии автобуса в Норвегии, находятся в стабильном состоянии. У большинства травмы легкой или средней тяжести. Об этом сообщает МИД Украины. ДТП произошло накануне вечером. Туристический автобус съехал с дороги в горной местности возле города Олесун и перевернулся. В салоне находился 41 человек, все граждане Украины. Один из них погиб. Еще 20 доставили в больницу с травмами различной тяжести. По некоторым данным, автобус не разминулся с легковым автомобилем. Жизнь после большой политики. В большом доме, в роскоши и без суеты. Куда переехал Дэвид Кэмерон после ухода с поста премьер-министра Великобритании? И во сколько ему это обошлось? Наш британский корреспондент Оксана Кундеренко выяснила все подробности. Две недели назад Дэвид Кэмерон попрощался с Даунинг-стрит-10. С женой Саманта и тремя детьми сентиментально вспоминал о времени, проведенном в государственной резиденции премьер-министра. Для моих детей дом на Даунинг-стрит был прекрасным на протяжении последних шести лет. Они иногда играли красными коробками, полными важных документов. Флоренс, ты однажды забралась на одну из них перед моей командировкой и сказала, возьми меня с собой. Ну вот, больше никаких коробок. Коробки забрал вот этот синий грузовичок и увез совсем недалеко. В престижный район Лондона Кенсингтон, где живут Роман Абрамович и Робби Уильямс. А теперь и семья Кэмерон. Вот в этом хорошо охраняемом особняке за 17 миллионов фунтов стерлингов. Доброе утро, как дела? Только жители имеют право заходить в этот квартал. И им новый сосед не очень по нраву. Вокруг куча полиции, шум и гам. Все время прислуга снует туда-сюда с вещами. Я знаю, что он живет вон там, дальше по улице. Это хорошее место, немного лучше, чем остальные районы Лондона. А бывший премьер-министр стал местной туристической достопримечательностью. Не представляю, почему. И самое интересное, что дом этот Кэмерону не принадлежит. Это собственность друга семьи, сэра Алана Паркера, который по слухам получил свой титул благодаря близкой дружбе с экс-премьером. А сейчас выручил, пустил пожить, пока дети в лондонскую школу ходят. Те, кто живет в этом роскошном районе, и сами люди небедные давно привыкли к именитым соседям. Например, вот в этом кафе Дэвид Кэмерон недавно обедал со своим бывшим коллегой Джорджем Осборном, министром финансов, который тоже лишился портфеля. Без работы, но не без денег. Неужели бывшему премьеру негде жить? На самом деле у него собственный особняк неподалеку. Но вот незадача. Сейчас его арендуют, есть еще загородный дом, но оттуда до школы далеко. Вот и приходится платить 8 тысяч в неделю за съемное жилье. Хотя скоро начнутся каникулы, и Кэмерон обещает выехать. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Почему бунтуют олимпийские спортсмены, и как выжить после прыжка без парашюта? Об этом и не только смотрите в нашем обзоре. С высоты 7,5 километров и без парашюта. Отчаянный спортсмен Люк Эйкинс рискнул прыгнуть из самолета без какой-либо страховки. К этим двум минутам свободного падения американец готовился два года. К земле он приближался со скоростью почти 200 километров в час. И точно попал в растянутую для него сетку. Эйкинс стал первым человеком, отважившимся на такой трюк. Он профессиональный каскадер, совершил более 18 тысяч прыжков с парашютом. Дональд Трамп застрял в лифте. Кандидат в президенты США завис между первым и вторым этажом в отеле. Вместе с девятью охранниками. Для спасения политика вызвали пожарных. Те открыли люк в потолке лифта и спустили лестницу застрявшим. Из-за инцидента миллиардер опоздал на выступление в Колорадо. Ну а причине задержки и словом не обмолвился. Очереди возле книжных магазинов по всему миру. В продажу поступила новая книга Патерианы. На прилавках издание появилось ровно в полночь, поэтому многие магазины на ночь просто не закрывались. Новое творение юном волшебнике фанаты ждали девять лет. Гарри Поттер и окаянные дитя по взрослевшим героям и его отношениях с сыном. Дата выхода книги не случайна. Такой своеобразный подарок сделала себе автор. Джан Роулинг сегодня исполняется 51 год. Перед законом все равны. Премьеру Казахстана пришлось заплатить штраф за езду в неположенном месте. Попался Карим Масимов благодаря фотографии в соцсети. Приверженец здорового образа жизни политик позирует на автомагистрали. А там ездить на велосипеде запрещено. Как доказательство своей законопослушности, премьер запостил фотографию квитанции об уплате штрафа. Нарушение ПДД обошлось ему более чем в 10 тысяч тенге. Это около 750 гривен. Бунт в Олимпийской деревне. Лучшие спортсмены мира возмущены отсутствием покемонов. Популярную игру в Рио пока не запустили. Олимпийцы же готовы мириться с перебоями света и неработающей канализацией. Но невозможность поиграть в Покемон Гоу стала последней каплей. Правда, похоже, спортсменов услышали. Сегодня приложение станет доступным и в Бразилии. На сегодня все. Завтрашнего дня буду помогать вам отслеживать главные новости новой недели. Спасибо, что смотрите подробности. Ну а пока доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok